Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации Щелковского района. На заседании было рассмотрено пять вопросов, посвященных в том числе и усилению мер по обеспечению безопасности граждан в майские праздники. В заседании участвовали представители силовых ведомств, главы поселений, сотрудники администрации, руководители организации, имеющих отношение к работе с населением. Глава района Алексей Валов предложил представителям органов внутренних дел, Федеральной службой безопасности, частных охранных предприятий работникам профильных отделов администрации обсудить меры и скоординировать усилия по обеспечению защищенности жителей, которые придут на празднование Победы, а также на другие мероприятия, запланированные в мае. Надо всем все продумать и конкретизировать на рабочих и конденсационном совете, чтобы была абсолютная безопасность. У нас есть как бы возможности для того, чтобы не допустить ни террористических актов, ни нарушения общественной безопасности, но в любом случае на все надо готовы уже решениями. На заседании комиссии начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов сообщил, что во время празднования Дня Весны и Труда будут дополнительно дежурить 50 сотрудников полиции, а 9 мая на улице городских и сельских поселений района выйдут еще более 120 стражей порядка. С 7 утра генологи будут обследованы все места проведения массовых мероприятий на предметах нарушения взрывчатых веществ. Хотелось бы обратить внимание, что на территории района расположено 86 объектов исторического наследия. 29 апреля по 10 мая силами сотрудников частных программных предприятий данные объекты исторического наследия будут взяты под подослушную физическую программу. На заседании антитеррористической комиссии руководители комитетов и управления администрацией отчитались о том, какие приняты меры по усилению безопасности при проведении праздничных мероприятий. По муниципальным учреждениям, в которых проходит мероприятие с первой культуры, выпущены все соответствующие приказы у внутренней работы. На праздничные дни запланировано усиление по охране этих объектов. Комитет по вопросам образования рекомендовал руководителям провести совместно с сотрудниками предприятий подразделений КМВД и МЧС проверку мест проведения торжественных мероприятий. На заседании также рассматривались вопросы антитеррористической защищенности детских лагерей отдыха в летние месяцы. В них и во всех образовательных учреждениях района для обеспечения большей безопасности введены в действие кнопки тревожной сигнализации, которые теперь соединяются напрямую с отделом вневедомственной охраны. На комиссии обсуждались также и вопросы противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также профилактическая работа среди мигрантов, которые не прошли регистрацию и могут оказываться вне поля зрения правоохранительных органов. По всем пунктам повестки дня члены комиссии приняли решение, нацеленное на обеспечение антитеррористической защищенности жителей. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «ЩЁ».